1 сентября уже не за горами. У нас отработан алгоритм работы школ и детских садов в условиях пандемии с соблюдением всех требований безопасности. На повестке дня вопрос учебного процесса в вузах. Из 52 тысяч студентов в городе Одессе 14,5 проживает в общежитиях. Это объекта особого пристального внимания с точки зрения распространения инфекции. К нам приезжают студенты из других регионов Украины, в том числе те, которые находятся в оранжевой и красной зоне. А это значит, что существует угроза попадания коронавируса к нам в город с внешнего периметра. Перед нами стоит задача защитить город и в то же время помочь организовать учебный процесс в вузах. Поэтому мы провели совещание с Советом ректоров высших учебных заведений Одесского региона, чтобы выработать дорожную карту по обеспечению безопасного учебного процесса, да и безопасности в городе в целом. Мы планируем организовать проведение тестирования ИФА на выявление заболевания у студентов. На сегодняшний день цена на данную услугу в коммерческих лабораториях составляет от 480 до 750 гривен, в то время как в наших коммунальных учреждениях в среднем 270 гривен. Сейчас мы определяем необходимое финансирование для закупки тест-систем ИФА. Совместно с Советом ректоров отработаем график тестирования и изыщем финансирование из городского бюджета на эти цели. В ближайшее время будет проведено заседание городского штаба ТЭП и ЧАЭС. Думаю, мы единственные в Украине, кто поставил перед собой такую задачу. Но в данном случае цель абсолютно точно оправдывает средства. В преддверии начала учебного года ректора высших учебных заведений обратились к мэру нашего города по вопросу, связанному с тем, что в одесских вузах есть общежития, в которых уже проживает более 14 тысяч человек. И сегодня мы обсудили, чем город мог бы помочь для того, чтобы обезопасить и молодых людей, и высшие учебные заведения в преддверии нового учебного года, чтобы они не стали очагами, скажем, массовой инфекции, которая распространилась бы по городу. Поэтому сегодня было такое достаточно длительное обсуждение. И, в общем-то, мэрия, город идет навстречу и сейчас изыскивает средства для того, чтобы провести исследование перед поселением в общежитии, исследование студентов за счет средств города. И много нужно еще организационных вопросов решить. Я думаю, что это мы сейчас будем решать, сообщая вместе. Но самое главное решено. И огромное спасибо, естественно, Геннадию Леонидовичу за то, что он принял принципиальное решение пойти навстречу высшим учебным заведениям.